всем привет привет вы на канале дневник натали друзья смотрите у нас очень холодно очень вчера целый день был дождь сегодня нет но пасмурно мы с артурчиком решили сходить по магазинам скупиться немножко закончились у нас продукты хотим сходить в от и бы и в его если получится что-то снять я вам обязательно покажу идемте с нами такое небо пасмурное пасмурное да и дороги наши все конечно же подотвыкли от такого зрелища вот смотрите друзья еще немножечко совсем и поспеет черешня уже наливается красненькая красота друзья для сравнения в израиле сейчас черешня стоит 15-20 долларов за килограмм переводите сами кому интересно и чтобы вы понимали качество черешни не ахтецкая сколько мы там были но они уже такие знаете вид залежавшиеся где-то подгнившие и если это продаются в упаковочках да вы же не выберите их просто ой смотрите какой какая чайная роза красота такой огроменный куст вот такой красивый большой куст чайной розы вот друзья когда перестаешь бежать работа дом работа дом ничего не замечаешь потом приходит какой-то момент ты останавливаешься и думаешь ну блин хватит бежать нужно посмотреть по сторонам все таки очень красиво очень красиво у нас природа птички травка ты начинаешь замечать каждую мурашку ценить жизнь ценить всех кто находится с тобой рядом поддерживает тебя друзья не спешите жизнь так коротка останавливайтесь оглянитесь вокруг как все красиво как дышится легко и так ладно идемте идемте дальше ой я такая вся красная такой зонтик смотрите белый горошек люблю красный цвет желтый чине зеленый все люблю я не люблю мутные цвета такие ой что снимаю лицо красное ладно идем друзья мы зашли сейчас с артурчиком на территорию маленького рыночка хочу вам немножечко поснимать чем без торгует вот эти красивые пиончики вот цвет насыщенный красный здесь маленькая типа барраколочки идемте артурчик уже ушел видите дожди капает зря сапожки резиновые свои не одела картошечка капуста молодая помидорчики сегодня рынок маленький скорее всего из-за погоды овощи 20 гривен картошка из 5 гривен по 20 гривен неплохая 10 гривен капуста очередь картошка старая молодая капусточка мясо лук 11 гривен морковь 13 нам такой размер хороший фасоли редиски клубники так маленько не видно вот баночками бабулечка торгует оптика зеленушки здесь печеньки сладости закрыли яблочки вот такие огурчики по 10 помидоры 35 розовые 45 украинские колбаски вот здесь мы хлебушек покупали такой вкусненький 30 гривен грибочки 35 помидоров так не очень удобно снимать очень много людей колбаски мяско копченое такое прикольное здравствуйте вот это вот крайнее мяско почем ты хочешь что-нибудь возьми попробуй кусочек возьмем крылья 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 откусил даешь извини пахнет классно это домашнее копчение начнем в апельце натуральный вы снимаете возьмем немножко да да для истории да вот так вот можно мы в Запорожье приехали буквально несколько дней поэтому для нас это все знаете динковинки я поняла я поняла сало какое у вас там разное сало обалденное сало очень вкусное сало очень вкусное с перчиком и с зеленью да я понимаю просто вот саленое чеснок красный перчик чеснок с зелень и просто саленое в расходе а какая цена 140 килограмм любого да интересно 73 грелочки домашние яички а в какую цена домашние яички и он десяток по 30 осталось а утки по чем утки по 110 60 а бройлер 85 85 спасибо огурчики грунтовые 30 гривен домашние яичко молочко сметанка вот уже и здешнюю или черешню продают вот это ромашки класс вот магазин Ева сходим и потом рядышком АТБ идемте я считаю что можно в магазине фотосъемка позволена с собаками с собаками с тваринами можно? да как хорошо с суровой заправой мы поедем на мординке с намордником ну это если наверное большая и пойдем нам нужно гель для бритья лосьон для бритья сейчас посмотрим акции смотрите какие кремушки лореаль были 157 сейчас 125 так мицеллярная вода было 152 сейчас 114 хорошие скидки тональные крема давайте 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 чурный жемчуг был 9550 и 7590 очень хороший крем бархатные ручки вот возьмешь два крема вот получается сейчас два крема и один подарок получается вот такая цена сейчас скидка так помады акции скидки дезодоранты дезодоранты ух вот я я люблю очень вот этот дезодорант рексона стоит он 5550 сейчас акция 4429 но у меня есть я пока не буду брать ну вот цена очень хорошие держит хорошо раньше я пользовалась лаком для волос сейчас нет вот на лак нету скидки 80 гривен 70 копеек мне нужно посмотреть краску интересно есть смотрите я пользуюсь я так вот моя краска 610 это мой оттенок 120 сейчас 95 90 очень хорошая краска в израиле она 45 шекелей стоит я возьму наверное пока миссис акция не но я не не а не не а и дальше гриньер овцы нету да гриньер половины дешевле что здесь шампуньки вот мы с артурчиком любим вот такой халда шелдер с яблочком он 100 97 90 в израиле стоит от 15 до 20 шекелей шампунька неплохая бизутерии резиночки вот те пожалуйста смотри мы в каком магазине мы покупали в атб мы купили что-то по акции 78 по моему гривен да надо будет посмотреть здесь она стоит 80 грин 50 и вот сейчас акция 6440 ну теперь будем знать что в еве дешевле бывают ну да но он попадать на акцию что делать так что мы берем кому-нибудь на всем жить до пену принципе любую можно дешевле пену или гель наверно гель можно или можно пену такая цена вот такая гель акция 7690 сейчас 4999 и здесь какой-нибудь лосьончик возьмем мы все взяли акционная да ну как тоже взяли кто здесь у вас лежит вот это все что осталось акция уже заканчивается остался один крокодильчик и вот такой вот такой кроссовчик а что за акции а 149 гривен он стоит да он стоит 300 вы собираете налипочки что такое наклеечки наклеечки виртуальные они а кожи 50 гривен вам нараховывается одна налипка 5 налипок и будет 149 гривен понятно вот мы подошли друзья к новой почте номер 13 город запоруде идем с артурчиком получать посылочку посмотрим вскрытие посылочки это путь думаешь они это фонарь хороший размерчик под тебя да я так не хотела так 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 такой фонарик для меня один режим света или как-то хороший звук слушать режим 1 собака пугнется хорошо да здорово вообще я довольна а думал же расскажем что это и зачем это так и вторая посылочка у меня прям сердце в пятки ушло со страха я включаю вот друзья мы пришли домой смотрите скупили прям мама дорогая хорошо что мы купили вот такую оголу ну она называется в израиле огола здесь наверно тачка очень очень удобно она очень легкая поднять нужно одной рукой и очень вместительная посмотрите у нас там есть видео когда мы ходим за покупками вот такая смотрите вместительная здесь есть вот можно затянуть сегодня целый день дождь она конечно вот видно вам мокрая но внутри все сухое здесь вот есть карманчик на липучку вот здесь крепится можно для усиления и подшить чтобы и не разошлось ну вот как-то вот так и благодаря ей конечно мы накупили столько продуктов потому что донести очень сложно плюс зонтик друзья начну наверное с вот этого зайчишки так как у меня вот видите малышонок его очень хочет мы вот специально купили он очень любит мягкие игрушечки называется игрушечка зацинайка она стоила почти 150 гривен мы ее взяли за 109 ну держи лопушку давай спрыгивай держи забирай это тебе это тебе подарочек давай убегай до папы а мама будет дальше продолжать видео все малыш убежал и так мы начинаем значит у нас есть покупки с рынка с магазины его из а т.б. вот давайте с его наверно начнем сейчас это не отсюда так смотрите мы купили лосьон после бритья жилетовский нам очень нравится значит гель для бритья белизна мне нужна и вот такую краска для волос и сейчас скажу что стоит значит белизна стоит 10 гривен гель для бритья стоит сорок девять девяносто девять сто сорок шесть стоит лосьон после бритья и моя краска стоит 95 90 все так нам завели карточку как постоянному клиенту теперь будем и нам будет там какие-то бонусы скидки эти ну что то такое и теперь магазины а т.б. я там не стала снимать я вам уже снимала может через какое-то время опять что-то сниму я сходила за очками и начинаем обзорчик продукты с а т.б. вот такая вот в колбаска губернаторская мясная лавка видно вам вот дата 353 грамма и так она стоит 102 гривен и вот такая колбаса куриная стоит 30 гривен 90 копеек сырные палочки вот три штучки одна стоит 9 гривен 10 копеек на двадцать семь тридцать получается вот такие взяли семечки тыквенные но горбузовые сложно немножечко выговаривать так стоит уж двадцать семь шестьдесят сто пятьдесят грамм масло взяли сливочное вот такое восемьдесят два с половиной процента на нем была очень хорошая скидка она что-то стоила пятьдесят три чем-то и мы взяли за 45 20 макароны своя линия вот эти вот очень красиво по виду твердые сорта 400 грамм значит стоит 1290 там 15 чем-то было сейчас акция 1290 попробуем так все у нас получилось и маленечко в разброс ну хорошо хлеб дарницкий 1530 это вот этот хлебушек сейчас я вам покажу вот этот 700 граммовый сметану взяли ягодынский 15 процентов жирности 1590 дальше макароны вот такие хотим попробовать мы еще не пробовали хотя честно скажу мы никакие еще не пробовали все пробуем впервые для нас и конечно честно скажем вкусы просто по-украински не перевешивание очень все нравится очень все вкусно но не сравнить с израильской продукции да там изобилие там всего много очень по доступным ценам как бы очень много акций и но друзья не знаю ли мы с детства привыкшие к нашим вкусом мы просто с мужем мечтали когда мы покушаем наших продуктов значит вот эту вот ракушечки мы взяли с мужем за 1750 честно не помню была акция или нет так и молочко взяли попробовать полтора процентный и два с половиной значит сейчас я посмотрю друзья я не могу сказать честно какой из них какое молоко из них наверно 1850 стоит полтора процента и 1980 стоит два с половиной так и еще колбасный ряд а что же мы взяли а вот 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 потеряла думаю что же мы еще взяли вот колбасный ряд домашние сыра вот 8 сарделечек стоит 69 38 вот такую соломку так побаловаться так соломка стоит 80 грамм стоит 450 взяли такие вот полотенечки вот две штучки в упаковке 2360 бананы взяли почти два килограмма мы не можем накушаться друзья какие они вкусные сладкие просто в израиле чтобы вы понимали покупаешь банан ну нет такой во вкус ну честно я не наговариваю на израиль но и не знаю могут как-то покупаем бананы вот они безвкусные ты кушаешь ну я не знаю чем сравнить с картошкой что ли чуть-чуть как сказать немножечко сладость есть но вкус такой картошка зеленый возьмешь ну вообще никакой здесь мы просто наслаждаемся друзья те кто живут в израиле пожалуйста не обижайтесь но так как есть так и говорю честно и вы видели игрушечку я шекелю дала за сынайку вот он там бегает уже теребит ее это все получается все у нас покупки с а т б и мы вот заплатили 621 гривну 90 копеек затем мы зашли сможем а мы забыли купить сыр вот смотрите чек так восемьдесят девять пятьдесят за сыр мы купили кома я забыла как он называет на российский или российский или сметанковый я потом ему же переспрошу на чеке не написано так на рынке мы взяли вот такую вот буженинку они сами готовят сами коптят забыла цену сейчас друзья цену забыла извините даже не хочу обманывать придумать у может спросила муж тоже говорит я тоже забыл очень если будет еще раз мы попробуем мяско очень вкусненько и дальше смотрим в ларечке мы купили еле-еле нашли для артур чека бездрожжевой хлеб он стоит вот такая маленькая буханочка стоит 20 гривен вот чек на него стоит 20 гривен и на рынке мы взяли огурчиков здесь килограмм 10 гривен очень хорошая цена вкусный огурчик первый раз мы взяли вот такую картошку это молодая хотим отварить просто с маслечком и с укропом вот и картошка стоит 20 гривен за килограмм там на 31 или 32 гривен именно картошка вышла и купили еще вот такой хлебушек формовой он стоит 12 гривен вот такие вот друзья у нас сегодня покупки ну вот друзья покупки вам показала и сейчас вот буквально несколько минут еще я обещала рассказать что вот это вот за фонарик мне муж купил вот такая вот дурночка это электро шокер для чего друзья чисто для моей безопасности и для безопасности моего щенка моего шекеля так как он у нас ходит писать как только на улицу дома он перестал ходить а здесь очень 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 много бездомных собак они просто громадные и их стая мы зашли в интернет как-то вот чтобы обезопасить себя очень много людей пишут в отзывах что ну как бы я не собираюсь я собак убивать или еще что-то ни в коем случае нет это не не я буду но вот один звук треск я не знаю еще как он включается ну так ой боже мой испугалась слышите вот я включила его вот именно вот этот треск собаки боятся звука мне этого будет вполне вполне достаточно потому что я очень боюсь очень много нападение собак именно вот на мелких и хозяев кусают и все я я трусиха честно говоря мне легче вот взять вот эту штучку и понимать что я в безопасности хотя бы вот этим звуком отпугать от себя бездом ну вот стая этих бездомных животных но не знаю пишите друзья права я или нет но честно скажу я их боюсь поэтому собаки большие они чувствуют чувствуют энергию чувствуют адреналин на который выплескивается от страха и конечно понимают на кого можно напасть ну вот на этом все спасибо большое что были с нами пишите комментарии спрашивайте мы обязательно ответим всем спасибо за просмотр и пока пока